Всем привет! В этом видео речь пойдет про Home Assistant. Точнее, про систему управления ESP Home и интеграцию ее в Home Assistant. ESP Home это система для управления контроллерами ESP8266 или ESP32 с помощью простых, но мощных файлов конфигурации и удаленного управлениями через систему домашней автоматизации. Чтобы было понятнее, вот приведу пример. Вот, был у нас такой вот градусник от компании Xiaomi. Мы брали с него значения и в Home Assistant их видели и, собственно, следили за ними. Но, как мы знаем, есть контроллеры ESP8266 или ESP32, которым можно подсоединить разные датчики той же температуры, влажности, релюшки и тому подобное. Вот как раз эта система ESP Home позволяет нам интегрировать микроконтроллеры ESP в систему умного дома Mi Home, и там мы точно так же, как с температурным датчиком от компании Xiaomi, можем ими управлять, брать с них данные и тому подобное. На мой взгляд, этот вариант выигрывает покупной, потому что к ESP можно подсоединить много разных датчиков, много разных релюшек всяких и тому подобное. Вот в данном примере мы будем подключать температурный датчик DS18B20. У этого датчик температурный предел от минус 55 до плюс 125 градусов Цельсия. Его вполне можно даже использовать как уличный градусник. У датчика 3 пина, средний пин подключается к ESP-шке. Ну давайте будем подключать его к пину D4, например. Тема с ESP Home очень обширная, и я думаю мы в каждом видео будем разные датчики подключать и пробовать их интегрировать в Home Assistant. Ну а теперь давайте перейдем на компьютер, и я вам покажу, как с этим делом всем работать. Ну что ж, заходим в Supervisor, далее в магазин, и здесь ищем аддон ESP Home. Открываем его и устанавливаем. Это займет какое-то время. У меня по какой-то причине выдало ошибку. И посмотрев в логах, ошибок не было. Но после перезагрузки Home Assistant уже был установлен аддон. Не знаю, с чем это связано. Так как в логах ошибок не было. ESP Home сразу же запустился после перезагрузки. Также давайте включим Watchdog, чтобы при каких-то сбоях он у нас снова перезапускался сам автоматически. И добавим его влево в панель, чтобы было удобнее его находить и заходить в него. Во вкладке конфигурация данного аддона нам параметры никакие выставлять не нужно. Поэтому здесь ничего не меняем, а просто переходим на вкладку ESP Home слева. В сам аддон. И вот здесь все лаконично, ничего лишнего. У нас есть всего лишь одна кнопка, плюсик в правом нижнем углу. Ее мы нажимаем, и нам предложит добавить наш микроконтроллер. Итак, здесь 5 пунктов. Первый пункт «Приветствие». Нажимаем «Далее». Второй пункт. Здесь мы создаем новую ноду, то есть новый наш микроконтроллер. Какое имя зададите здесь, такое и будет отображаться в дальнейшем в сенсорах. Я назову его «Температура тест». Следующий пункт у нас идет «Device Type». Здесь мы выбираем микроконтроллер, какой у нас будет. То есть здесь есть множество микроконтроллеров ESP8266 и ESP32. То есть здесь есть и всякие VEMOS, и NodeMCU и прочее. То есть нам здесь просто из списка нужно выбрать то, что нам нужно. В моем же случае это микроконтроллер ESP8266 на базе платы NodeMCU. Выбираем плату, нажимаем «Next» и здесь у нас задаются параметры Wi-Fi сети. То есть как обычно, по классике, задаем «SSSID» и пароль от Wi-Fi сети. Также еще можно задать пароль «ОТА». Это пароль для прошивки по воздуху, чтобы никакой левый человек не смог прошить микроконтроллер без нашего ведома. После этого нажимаем «Next» и нажимаем «Submit». И вернемся в главное меню ESP Home и у нас тут появится наша созданная нода. Если мы сейчас нажмем «Edit» для настройки ее, у нас ничего не получится. У нас напишется, что страниц такой нет. NodeFound. Для того, чтобы она появилась, нам нужно перейти на любую другую вкладку, открыть любой другой аддон, либо еще что-то, и открыть снова ESP Home. И теперь, нажав «Edit», у нас уже появятся некие блоки настроек данного контроллера. В первом блоке указываются параметры платы, во втором блоке указываются параметры Wi-Fi сети, в третьем блоке указываются параметры Wi-Fi сети, конкретно контроллера, чтобы если вдруг у нас нет Wi-Fi сети, чтобы мы могли подключиться к этому контроллеру. Далее задается пароль API для подключения в Home Assistant, и ниже задается пароль для ОТ-прошивки. Теперь, что касается датчика DS18B20. Он от компании Dallas, и здесь уже есть готовая интеграция. То есть нам нужно написать только Dallas, и ESP Home уже сам поймет, какой тип датчика мы хотим использовать. Следующей строчкой мы указываем пин, к которому подключается датчик. Это у нас будет D4, и после этого нажимаем кнопку Save и Close. Теперь этой конфигурации нужно прошить микроконтроллер. Для этого подключаем его по USB к серверу ESP Home. У меня это Raspberry Pi, и к ней я, собственно, и подключаю. Как видите, сейчас у меня только ОТА, и USB-стик ZigBee определяется. Теперь после того, как я подключил по USB, у меня еще появился дополнительный ком-порт. Выбираем его и нажимаем Upload, и у нас начинается прошивка микроконтроллера. Она, в принципе, первый раз довольно-таки долго происходит, потому что все параметры загружаются в ESP, подготавливают ее. Кстати, прошивка происходит через платформу EO. Мы уже с ним, в принципе, сталкивались только на Windows. Тут у нас уже под Linux это все дело делается. И после того, как все загрузится, у нас приконнектится к Wi-Fi сети и покажет адрес нашего датчика DS18B20. Этот адрес нужно копировать. Далее закрываем консоль, открываем снова конфиг, и в этом конфиге нужно добавить следующее. Под строчкой, где указывали PIN, укажем здесь интервал обновления температуры, пускай это будет 5 секунд. Отступаем ниже. Здесь мы указываем блок сенсор. В сенсоре будет платформа Dallas. Обязательно соблюдайте все пробелы, иначе не будет работать. Далее под платформой указываем имя. Имя у меня будет такой же. Температура тест. И ниже указываем адрес. Адрес указываем тот, который мы копировали из консоли. Далее все это дело сохраняем, закрываем. И если сейчас попробовать прошить, у нас напишет ошибку, потому что у нас конфиг неверный. Тут еще встроена проверка конфигурации, чтобы все было четко. Если где-то есть ошибка, у нас не даст загрузить в контроллер. Вот как видите, консоль сразу же выдает ошибку. Ошибка оказалась в том, то что блоки name и блоки адрес нужно было поправить на уровень платформ. И теперь при сохранении у нас активно станет кнопка upload. Ну что ж, нажимаем ее и дожидаемся окончания загрузки. Второй раз загрузка уже гораздо быстрее происходит. И теперь, если мы посмотрим, у нас здесь появляется температура в консоли. И каждые 5 секунд она у нас обновляется. И после того, как мы это все дело добавим в Home Assistant, у нас тоже будет обновляться с периодичностью температура в 5 секунд. Также периодичность можно увеличивать. Все это задается в конфигах. Теперь давайте добавим все это дело в Home Assistant. Для этого надо зайти в интеграции. То есть это настройки, интеграции. И здесь Home Assistant уже автоматически нашел новую интеграцию. Можно ее настроить, можно ее добавить самому из списка. Но давайте, наверное, все-таки, раз он ее нашел, настроим ее. То есть при настройке у нас спрашивает подтвердить. И далее просит пароль. Этот пароль, который мы указывали в конфиге. У меня это 8 единиц. Ввожу его. Далее нажимаю подтвердить. Здесь у нас покажет, какой сенсор. Спрощит, в какую комнату это все дело добавить. Нажимаем ОК. Выбираем комнату. И все, интеграция у нас добавлена. Теперь, если зайти в обзор, где мы обычно добавляем все карточки, добавим новую карточку. И здесь из списка выберем наш сенсор. Он будет называться Sensor Temperature Test. Выбираем его, добавляем. Он уже сразу показывает температуру. И она обновляется каждые 5 секунд, как у нас было задано в конфиге ESP Home. Давайте я сейчас этот сенсор нагрею в руках. И, как видите, температура стремительно повышается. Каждые 5 секунд. Давайте вернемся к ESP Home. Здесь еще немножко расскажу. Значит, смотрите. Как видите, полоска зеленая вверху горит. Это значит, что данный контроллер у нас на связи. Если открыть его логи, то здесь мы будем сейчас видеть постоянно температуру, которая будет измеряться. Также ESP Home запомнила наш микроконтроллер. И теперь, в принципе, при изменении каких-либо действий, здесь мы можем его прошивать прямо по воздуху. То есть, ничего нам не мешает. Не нужно будет его снова откуда-то там доставать, если он, к примеру, где-то на улице или еще что-то, подключать к серверу и прошивать. Нет, достаточно будет это все делать по воздуху. Давайте я это продемонстрирую. Вот сейчас я отключил микроконтроллер от Raspberry Pi. И теперь смотрите следующее. То есть, обновляем страницу ESP Home. И она у нас сейчас должна загореться красным. То есть, потеряна связь с контроллером, покажет. Вот, как видите. Запитаю контроллер просто от USB и блока питания. Если открыть способ прошивки, то видите, здесь нет ком-порта, где был подключен контроллер. И через несколько секунд у нас полоса загорается зеленым, и все начинает работать. И теперь мы можем выбирать просто способ отопрошивки. И при нажатии Upload у нас подключится к ESP по воздуху и начнет снова загружаться прошивка, но уже непосредственно через Wi-Fi сеть. Ну и также здесь видим в обзоре, как у нас строился график, как падала температура, как ее нагнетал. И вот здесь есть пробелы. Это моменты, когда ESP была отключена. На этом пока все. Естественно, конфиги, какие я использовал, у себя на сайте еще опишу. Можете копировать, использовать. И напишите, как всегда, в комментариях, что бы вы хотели увидеть про ESP Home, какие датчики подключить, что именно показать. У меня тоже в голове есть некоторые элементы, которые бы я хотел в ESP Home организовать и вам показать. Так что в следующих видео ESP Home точно у нас еще появится. И с ним уже будем строить автоматизации на Home Assistant. До новых встреч!